Современный дом для молодой семьи. Сюда, нахуй. Ебать сюда, мне такое надо, нихуя себе. А это настоящий огонь? А, нет, это пар, который подсвечен. Так, и всё, по центре я знаете, что делаю? Я регистрирую себе папочку. Создать папку. Если вы, кстати, ну, тоже подсядете, то кидайте мне интересные видосы. Не по 250 рублей даже. Идеи для ремонта. Всё, поехали. Вот это прикольный стол. О, вот такое хочу. Писать. У меня есть видео, где я разъебываю по факту Диму Скриника, кстати, по поводу раковины. Но я его откладываю на самый удачный момент. Вот такие почему-то, я не знаю, у Костика Смерча что-то примерно такого есть дома. Это прикольная тема. Всем привет, с вами канал Дизайн Интерьера. И сегодня мы вам покажем обзор интерьера загородного дома под Екатеринбургом площадью 90 квадратных метров. Нихуя себе. А чё подвала нету? А чё нет подвала-то, блядь? Авторы проекта Кузнецова Марина и Сахненко Виктория. Ну что, погнали? Блин, вот бы кто-то из авторов канала бы посмотрел моё видео и такие, о, мы хотим стримеру сделать бесплатный дизайн-проект. И приехать к нему, всё сделать. И сделать бесплатно, чтобы он нас просто прорекламировал. Блин, было бы. Гуля, нихуя. Не, ну это себе, это прям пиздец. Это очень круто. Наверное, даже... Но я на всякий случай сделаю скриншотик. Сейчас, секундочку. Ctrl-S. Ой, а как выбрать папку, в которую это всё сохранять? Ладно, я буду. Вика, Марина, привет. Рада знакомству с вами. И спасибо, что пригласили на свой объект. Ага. Ты, Даша. Привет, Даша. Мы очень рады, что ты к нам приехал. Расскажите, что это за объект и где он находится. Это один из наших самых любимых проектов. Блин, ну вот это прикольно, Гля, это что такое? Как сетка, но как штора одновременная. Что-то куда-то сюда сдвигается, блин. Одноэтажный дом находится под Екатеринбургом, в коттеджном посёлке Резиденция. Ага. Дом предназначен для семьи из двух человек, в которые, возможно, скоро... Вот это прикольно, то, что светится вот так вот. Ну, это как в отеле выглядит. Вот эти светильники классные. И вот то, что тут бетон. Это сам малыш. Площадь этого коттеджа 90... Интересно, вот это заправлять надо? 31 квадратный метр. Какие стояли цели и задачи у вас? Использовать исключительно натуральные цвета в интерьере и соблюсти стиль минимализм? Нихуя, вот эта подставка, конечно, топовая. Уникальность этого объекта ещё и в том, что очень сжатые сроки был выполнен. Проектирование заняло два месяца, а весь ремонт три месяца. Ого! За три месяца вот это сделали, блядь! То есть я реально, типа, ну, теоретически через полгода я могу заехать уже в дом? Благодаря каким решениям вам удалось сократить срок ремонта? Первый момент, это отсутствие оштукатуривания стен, потому что от застройщика нам досталась коробка достаточно... Глядь, а что за прикол, смотрите? Что за стены? Как будто летают стены. Прикольно. Но туда же пыль и грязь будет забиваться, интересно. Отстройщика нам досталась коробка достаточно неплохим состоянием по стенам. Второй момент, это натяжной потолок, это всегда быстро, удобно. Я не люблю натяжные потолки. Третий момент, это керамогранит, единым полотом. Уф, блядь! Вот, короче, когда большие прям квадраты, мне очень нравится. По всему дому. И самое основное, что мы не делали перепланировку. За исключением одного изменения небольшой перегородки. Ебать, бля, в прихожая вообще топ. Мне очень нравится. Вот это зеркало, оно прям ебать, это топ. Не, вот это я бы даже, возможно, тоже бы скриншотик себе бы сохранил. Зачем Соню звать-то? Благодаря заказчику. Заказчик действительно знал, чего он хочет, очень быстро принимал решение. Вот это кайфово, это уже мне нравится. И это позволит... Вот, и круто то, что прям из стены торчит вот эта водяная хуета. Прям мне нравится. Не отсюда. И, блин, вот это кайф. Это стиль, прям стиль. И это позволило нам очень емко и компактно выстроить свою работу. В доме у нас есть кухня гостей. Нихуя у них гардероб размером со спаль... Больше, чем спальня гардероб. А, нет. На 20 метров меньше. Пиздец. Ну вот это мне не очень понятно, если честно. Они прям слишком близко. Типа на разных этажах я понимаю, но вот это вот я не понимаю. Гостиная, прихожая, котельная, большая гардеробная комната, детская, душевая, мастер-спальня и ванная комната при мастер-спальне. Хотелось бы начать с кухни-гостины. Это центральное место в этом доме. Диван производства компании Тамам. Это наши подрядчики, с которыми мы чаще всего работаем. Они никогда не подводят по срокам и по качеству своих изделий. Что нам особенно в нем понравилось? Мне диван тоже нужно будет большой. Да, декоративная строчка, которая поддерживает ритм в этом помещении. Определенные линии, горизонтальные и диагональные, они присутствуют, в принципе, во всем интерьере. Плюс дополнительно мы уделили особое внимание выбору ткани. Хотелось добиться мягкости и уюта. Она и тактильно очень приятна. Мне интересно, вот это кто-нибудь хоть раз в жизни будет использовать вообще? И внешне очень... Мне очень нравится, что тут просто какой-то бетон. Вот прикольно. Мне нравятся такие вот оттенки. Про шерсти. Изготовление журнальных столиков тоже оказалось непросто... Ну, бля, как будто просто выточены из камня. Очень модно. ...процессом мы очень тщательно подбирали форму, углы, цвет и текстуру бетона. Стол получился очень натуральным и вписывается в концепцию нашего интерьера. Когда я только зашла в помещение, камин еще не был включен, меня удивило решение, что он монтирован прямо в шпонированную столешницу. Но сейчас я понимаю, как это все работает. Это, правда, было очень интересное решение. Мне кажется, его жестко надо будет заправлять. Это же тем же самым, что вейпы заправлять сюда глицерином. В первую очередь, это электрокамин наполняется водой, вода испаряется и с помощью подсветки создается освещение живого пламени. Ну, блин, вообще прикольное. Это как увлажнитель может работать. Да, это может работать... Бля, это же реально еще и как увлажнитель. Ебать! Слушайте, надо спиздить. Это гениально. ...это действительно удобное такое многофункциональное устройство. Он абсолютно безопасен. У хозяев есть очень любопытный код, которого они очень любят и берегут. Нет никакого запаха абсолютно. Прикольно. Окна в интерьере вы не закрываете никакими тюлями. Расскажи, как вы с ними поработали и как облагородили откосы? И чем? От застройщика нам достались окна в белых рамах. Это стандартное решение. Нет, в черных гораздо круче. Вот Соня себе покрасила одну раму в черное, прям гораздо богаче выглядит. Нет, но оно нам совсем не подходило. Менять окна это было и нецелесообразно, и совсем неэкономично. Мы приняли решение покрасить рамы. Таким образом мы обошлись, скажем так, малой кровью. И получилось достаточно красиво. По поводу откосов... Вот это вот, вот это гигантская, я не знаю, как это люстра назвать, или что-то тоже мне нравится. Мне хотелось бы отметить, что это гибкая керамика. Потому что можно направить куда угодно это освещение. Керамика. Это материал, который сейчас со своей популярностью набирает обороты, потому что он в первую очередь очень экономичен, во вторую очередь он очень прост в монтаже. А в влажных помещениях можно его применять? Бля, туалет вообще топ. О, стоп, у них душ прям с окном, как у меня. Стоп, блядь, они моются голыми и смотрят в окно? Конечно, в первую очередь это фасадный материал, то есть он не боится... Не, а мне похуй. ...влаги, никаких температурных колебаний. Классно. Вот это мне тоже нравится, что как бы вот оно перетекает прям. Берем на заметку. Ты че охуел? Покажите туалет. Обеденный стол, смотрится добротно, массивно. А мне наоборот, мне вообще не нравятся обеденные столы, мне кажется, они должны вымерить уже реально. Вот. Это как-то ритуал, блядь, собирание. Вот у меня есть барная стойка, за нее все друзья садятся, быстро хавают и съебывают. Ну, типа, барная стойка, она намекает тебе, блядь, не задерживайся здесь, иди нахуй. А вот это вот сидеть, потом, блядь, это надо передвигать каждый стульчик, его надо отдельно там мыть, протирать, ну, это хуета. Стол был изготовлен на заказ. Не, зато если у тебя там праздник, какой-то день рождения, раз в два года, да, Новый год и плюс день рождения, ну, то сюда собрать друзей, это прикольно. Если у тебя дети есть, то тоже прикольно, наверное. Выполнено в натуральном шпоне. Нет, сам шполь мне нравится. Так как длина стола 2,40, его необходимо было усиливать. Подрядчик предусмотрел деревянные грузки. Кроме того, интересное решение по ножкам. Очень интересная геометрия. Да, прикольно. Прикольно. Но мне похуй. Я не хочу, что я вообще не подъемлю. На другом окне мы решили использовать металлическую перегородку, которая служит не только оформлением окна, но и декоративным элементом. Блин, ну это хайпово. Выглядит реально. Вот это серьезно прям выглядит. Какую стоимость вышла эта перегородка? 110 тысяч рублей. Монтажом. Из зоны гостиной мы попадаем в зону гостиной. Не, окей. Ладно бы она что-то делала. Я изначально думал, что вот эти железяки, они могут еще вот так повернуться и типа закрыть солнечный свет. А так просто двигающаяся хуета? 110 тысяч рублей, блядь. Самым эффектным элементом, на наш взгляд, на этот... Что-то я предполагаю, то что мне этот ремонтик... Ека! Ты? Ека! Ха-ха-ха-ха! Является витрина. Фасады немножко выступают за общий фасад. Получилось очень интересно. Блин, выглядит прикольно, потому что там бокалы, это хуйня полная. Это сколько надо, блядь, выпивать, чтобы у тебя отдельное прям место было для бокалов? Жулия Новорс тоже очень часто делает такие витрины. Блин, ну, блядь, это прикольно. Пока здесь нормально лежит эта вся хуйня, но она же не будет лежать. Ты поживешь месяц, это все не будет настолько симпатично. симпатично красиво. Она с подсветкой. Ну, блин, выглядит охуенно, но я не вижу в этом смысла. А в дверках располагаются полочки. Это охуенно, ладно. Но я не... Для того, чтобы фасады этой витрины открывался, нам пришлось сделать здесь бутылочницу. Ого! Такое узкое. Узкое, но удобное. Рядом с бокальчиками тут же барчик. Далее у нас финал с техникой. Посудомойка. Мне еще нравится, что встроенная эта, как и микроунывку встроенная. Зона мойки у окна. Здесь все стандартно. Бук, блядь, вот такое я бы хотел бы. Вот такую мойку я бы хотел, но я бы еще хотел такую мойку, которая достается или которой можно хотя бы направлять. Фильтры для воды. И да, и это 100% я себе беру такую, чтобы и вода обычная шла, и через эту же был другой кранчик Блин, ну вот это очень круто. Мне прям нравится. Вот прям дырка, хуяк. Здесь кнопочку, видимо, эта кнопочка отвечает за то, чтобы вот это закрыть. Мне очень нравится. Выведена питьевая вода, смельчитель, контейнер для бытовых отходов. Столешница, из чего изготовлена. Это акриловый камень. Ну, это стандарт. Это типа, ну, достаточно вроде дешевые сердики. Но я бы хотел бы себе прям настоящий камень, но это пиздец, как дорого, но на настоящем камне, на каком-то граните или хуите, блядь, можно рыбу разделывать прямо на столе, царапин не будет и запаха не будет. Ну, это пиздец дорого, но это так стильно. Интересно, где здесь шов. Оно, наверное, вот. Или прям угловую. Фасады состоят из двух материалов. Это натуральный шпон, который перекликается у нас с элементами из гостиной. И пластик. Матовый, черный, не оставляющий отпечатки пальцев. Круто. Это реально очень практично для кухни. В основном ящике у нас все выкатные. Бля, вы заметили? Как бы делится на две части. Здесь эти две части открываются, а здесь они открываются вместе. Это очень круто, типа делится. Ну, сейчас я объясню. Смотрите. Вот тут она открывает сверху и открывается обе, да, секции? Для кухни. В основном... Здесь она открывается вверху и открывается только верхняя. Это прикольно. Но это шпон. Это шпон по центру. Мы считаем, что это очень удобно и функционально. Раз кухня у нас П-образная, мы, естественно, использовали систему волшебный уголок, чтобы угловое хранение... А, я недавно узнал, что такое существует, я просто охуел. Я пропадала. Это пиздец круто. Варочная поверхность, вытяжка, ну и четырехдверный холодильник, сайд-бэйсайд. Да, я бы такую хотел, потому что у меня были заебы с вытяжкой. Короче, по центру на вытяжке я потерял где-то... Вот когда в этой квартире я потерял где-то 60 тысяч рублей, потому что у меня была вытяжка слишком близко к плите, а это значит, она может плавиться, и это значит, надо покупать более дорогую вытяжку. А потом я узнал про существование вот таких вот, ну типа вот такая форма мне больше нравится. Ну и четырехдверный. Она как-то прям по-другому, но мне кажется, что на нее прям будет прилипать весь жир. Холодильник сайд-бэйсайд. Цвет всей бытовой техники. Я хочу встроенный холодильник, но чтобы вот так было. Я обратила внимание, что у вас во всем доме нет никаких... Вот этот телевизор, это просто позорище, выглядит как хуйня. Конвекторов... Вот так вот то, что тут кусок дерева, это просто охуенно выглядит. Гладиатор. Как решено отопление? Гладиатор. Лиск уложен керамогранитом, теплого пола, отопление достаточно для того, чтобы сохранить здесь комфортную температуру. Через дальнюю. Я не знаю, может быть, мне неправильно сделали, но вот у меня в этой комнате просто теплый пол и нету батареи. И это просто ужасно, блядь. Либо слишком жарко, либо слишком холодно. Когда ты стоишь, ты не можешь на одном месте стоять, потому что прям коптятся, блядь, пятки жжет зажигалкой. В датчике теплого пола идет управление отопительным оборудованием. В доме установлена система умный дом, который позволяет управлять климатом. Шторы с электрокарнизом, о, ебать, это у меня сто процентов будет. Что это такое? Вот такая, это миллиард процентов. Это первое, что я буду себе заказывать, что я буду себе ставить. Чтобы хуяк, и говоришь, режим кинотеатра, и включается режим кинотеатра. Так, сегодня какую-то... днимируется освещение. Ни хуяся. Возможно, разные сценарии по свету. Ни хуяся. А как? Вот это как раз у нас сценарийный выключатель. Ага. Ага. Здесь по коридору у нас еще есть ночное освещение. включается по датчику освещенности и по времени суток. О, ебать, ни хуяся. Ну, мне кажется, это уже перебор. Намерим. Хотя, с другой стороны, наверное, удобно, но мне бесит то, что они будут светить 99% времени, они мне не нужны, когда они светят. Ночью я сплю, зачем они светят? Было сделано несколько розеток, которые можно отключить дистанционно. То есть, когда подозрительное чувство тебя терзает, что ты забыл выключить утюг, с приложения можно еще раз проконтролировать себя дистанционно. Какая стоимость системы умный дом на этот объект? В целом, заказчик потратил в районе 700 тысяч рублей, но это в сумме... с электромонтажными работами. Само оборудование обошлось порядка 250 тысяч. Я не понял, 250 тысяч, а остальные 500 он потратил на электромонтаж, блядь? На то, чтобы проебашили ему стены? Для системы умный дом это достаточно бюджетная цифра. Нахуя дом купил, блядь? Ну да, согласна. Ну да, блядь! Сейчас мы находимся в прихож... Ну вот это вход. А че это у вас непрозрачный вход? Дима Скрыник бы сказал это залупа. В хоже она расположена по центру всего дома. В прихожее у нас только пуфик. Это топ, это реально. Ну я понимаю, что здесь счетчики, скорее всего, здесь электро хуета переключать. Рискошные. Вот это в кинотеатре по джопу детям подкладывают, чтобы они высоко было сидеть, а они смотрели фильмы. Я не знаю, зачем им сидеть. И система хранения до потолка. Ну это прикольно. Вот это круто выглядит. За этой дверью скрывается котельная. Тоже достаточно симпатичная. Ага. О, так вот здесь газонокосилку можно прятать. Очень аккуратненько. Вот это у нас детская комната. Она немножко у нас недокомплектована, поскольку ребенок еще только планируется. У нас еще есть время ее закончить. Но у меня гости тоже только планируются в моей... Здесь у нас санузел с душевой. Бля, но это стиль, это очень круто. Я бы хотел вот просто взять и Ctrl-C, Ctrl-V себе такой туалет сделать. Сейчас, подождите. Короче, метраж, метраж этого санузла 5,1 метр. А знаете, сколько у меня метраж нижнего, который на нижнем этаже? Мой метраж моего санузла... Сейчас я бы... Сейчас найду... Метраж моего санузла... О, блядь... О! 5,1 метр! О! Гля! Блядь, Ctrl-C, Ctrl-V, блядь! Сука! Спиздить! Не, это охуенно! Я не знал, что у меня поместится. Здесь у нас санузел с душевой. Не, вообще неплохо. Это просто украсть. Это просто украсть это и все. Это очень круто выглядит. Блядь, спиздить. Просто, блядь. Санузел получился достаточно брутальным. Основные... Не, мне очень нравится. И поверхность... Мне нравится и деревяшка, и вот такие гигантские плиты. Под дерево, под бетон... А это, блядь, это отопление такое? Металлические поверхности. Или это просто по приколу? Блядь, как же оно охуенно из стены прям торчит. Это просто пиздец. Бетонную раковину мы изготавливали тоже на заказ по инди. Не, ну, блядь, оно... Вот тут оно, мне кажется, того стоит. Это просто, блядь, как будто на полку положили бетонную плиту и из нее выдал... Ну, это выглядит охуенно. индивидуальным размером. Привезли ее из Самары. Это Керал Морад. Здесь из Самары. С бетонной столешницы. Идеально. Мне нравится, очень нравится. Красный наш взгляд сюда. Только где тут шкафчик для всяких полотенец? И вот это еще, что такое? Гляньте, это же какой-то функционал тут есть. Душевая получилась даже без всяких порожков. Абсолютно. Мне очень нравится это. Но иногда, вот у Костика смерча такая, она забивается, почему-то вода до конца не сливается. Но это просто охуенно. Я бы себе бы тоже такую хотел. Мне интересно. Но вот видите, здесь щель начинается. Это потому, что вот эта часть должна быть ниже. Очевидно, да? Чтоб туда сливалась вода. Но я бы себе бы такое хотел бы. Из Самары, конечно. Пол. Здорово. Мне кажется, будет выливаться чуть-чуть, но это похуй. Очень круто, пиздец. Мне нравится. Блядь, прямо из стены. Как же охуенно. Очень круто, блядь. Это индивидуальное производство душевого ограждения, а не фабричное, да? Да. Чтобли? Такое бывает, теперь бывает. Меня зовут Дарья Резникова, и я дизайнер интерфейс. Блядь, три тысячи рублей за квадратный метр. Алиса, 160 умножить на три тысячи. 480 тысяч. Интерьеры с опытом работы более десяти лет. Я создала красивые жилые интерьеры более... 480 тысяч. Алиса, 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 алиса. Алиса, Чем для двухсот объектов из-за времени... Но, минус пять и один метр, потому что туалет спиздить. Просто спиздить туалет. Работы создала уникальный рецепт красивого, быстрого и доступного дизайна интерьера и ремонта. И теперь это решение доступно каждому. Не понял. Если вы не хотите тратить это прикольно выглядит дизайнера ремонт нужно произвести быстро а начинать уже завтра и уложиться в оптимальный бюджет то мои готовые решения для вас я отобрала лучшие отделочные материалы не вообще неплохо но это не ростов и мебель на российском рынке оптимальные по качеству цене и эстетике и собрала готовом решение интерьера которое легко адаптировать под любую планировку и площадь вы сможете легко воплотить их следуя подробной инструкции где собраны все необходимые элементы дизайна ладно я понял я понял спасибо сказать про систему теневого плинтуса да это технология набирает свою популярность она и набирает пыль точно так же как популярность очевидно туда будет всякая залупа забиваться же как он монтирует достаточно простая система понимая какое напольное покрытие будет принимается решение в какой очередности монтирует теневой плинтус мы делали нишу под этот профиль укладывали керамогранит потом монтировали плинтус и потом под выравнивали стену зато двери вообще блять сюда как будто ну натяжной потолок вы кстати тоже применяли с теневым профилем да мы применяли пластиковый теневой плинтус он подходит для стен которые не идеально выровнены она как раз их не выравнивали алюминиевый плинтус достаточно сложно не выравненность хорошо смонтировать но и преимущество в том что это бюджет не надо разно я рассчитывал но если честно я думал 1000 рублей за квадратный метр бюджет по натяжным потолкам составил 130 тысяч с монтажом не наверное это неплохо прикиньте сколько у них квадратных метров 100 квадратных метров но это блять не шторка ебучая железная за 100 за столько же денег мы находимся спальне но спальня хуйня мне очень не нравится но кроме вот этого задника и вот эти вот хуйни декоративные приемы которые вы здесь применяли заказчик просил сделать спальню достаточно темных тонах поэтому мы приняли решение акцент на стену сделать декоративные штукатурки это хуйня мне это компания дыру фа мы с ними давно и плодотворно сотрудничаем тот же самый эффект мы использовали и в прихожей но нам был у меня такой же эффект дома на потолке по необходимо разбавить темный объем поэтому пол кровать мне нравится что тут все слишком белая нас сдержанных бежевых оттенков здесь очень интересное изголовье она огибает декоративную панель получилось достаточно интересно и в то же время лаконично стеновая панель я хочу еще себе но это дорого но я не знаю и я даже особо не знаю зачем мне вообще знаю я хочу себе эту кровать трансформер блять знаете такой объект кнопочку нажимаешь и вот так и поднимаешься потом кнопочку нажал и опустился мне кажется такое будет ахуенно выполнена шпоне американского ореха так же как и декоративные панели за тв а где криво вы видите не понимаю телек вообще просто позорище лучше тут ничего не было но это пиздец какая-то блять у меня монитор больше на компе чем вот этот их семейный телевизор вот этот переход он все портит просто какая-то хуета но это на отель похоже в отеле такой телек это окей но это прикольно если это все еще по системе умный дом еще прикольно то что тут видимо и избежка чтобы ночью телефон подзарядить сразу от юсб-шки прикольная тема у меня в розетке сейчас такие есть возле кровати полная хуйня никогда их не покупайте потому что они дают 0 5 ампера а нормальные телефоны уже посерьезнее заряжаются за этой дверью у нас находится ванная комната ну покажи как так давайте посмотрим моя вторая ванная комната которая ну побольше которая на втором этаже ой блять а у меня нахуй 9 и 2 метра сука не то что ваши ёбаные пул для одни зато туда поместили и душ и ванну а это не душ это шкаф ебучий нам удалось осуществить мечту заказчицы об отдельно стоять не ну ладно это серьезно но заметьте она на пьедестале это крючево ящи ванны у окна с красивым видом на сосновый лес но здесь прямо интересное сочетание двух видов мне вот это вот хуйня очень нравится бензоколонка вот это так нижняя плитка аркана верхняя керамомарацци нет это не нравится вообще расскажи про решение с потолком очень крутого и мне нравится хотели поддержать уютно как-то знать а тема загородного дома внести больше натуральности в интерьер то здесь евро вагон это надо спиздить слушайте этот потолок я спижу но это и опять же это ничего не значит да я просто буду потом дизайнеру говорить типа вот мне и нравятся идеи такие и деревянные балки для того чтобы это реально прикольно все-таки не было ощущения сауны или бани и никаких ассоциаций мы выкрасили вагонку позорище в черный цвет а балки своим цветом позорище реально пиздец посмотрите она торчит она отсюда не рассчитана вообще поддержали цвет тумбы тумбы изготавливали на заказ тумбы тоже изготовлена на заказ это шпон шпон не но шпон это конечно блять как же охуенно когда и стены торчит кран это пиздец я даже не знал блять это же ну мне сама эта стена не нравится но вот это это гениально просто дернул по стене но я шпон это датчик протечки вот это мне тоже не нравится зеркало как-то на эту зону заезжает вот ну вот это очень неудачное решение мне вот это не нравится вот это действительно очень необходимая вещь особенно в загородном доме нахуя в квартире это важная вещь чтоб соседи не затопить а здесь интересно зачем это в этом шкафу мы спрятали стиральную и сушильную машину но мне такое не светит ребята у меня для этого блять вообще-то отдельная комната будет сушильная но я же говорил блять две одинаковые хуйни надо купить вас достаточно компактно и при этом шкаф не привлекает к себе внимание но там здесь у нас находится хранение мало хранения если они еще вот здесь хранить отдельно ну ладно выглядит гардеробная конечно хорошо пока опять же пока я сюда свою шубу не повешу но это уже будет перебор гардеробная с естественным освещением достаточно просторная здесь у нас разместилась гардеробная если честно в хуевозе я в жизни бы такого не сделал но блять гардеробная сейчас зацените детская комната на 2 блять 0 2 метра квадратных больше чем гардероб сюда блять друзей мэлшера бабушку маму всех достаточно просторная здесь у нас разместилась гардеробная система консольного типа с очень неудобная playstation 5 темы хранения с вешалами хуя не очень ничего интересного если честно нет у меня вот в моей квартире когда делали там есть всякие интересные моменты тут просто шкафы в том числе и здесь есть подсветка давай я бы не тратил бы деньги вообще подсветка чего блять выбору когда выбираешь одежду ты в эту комнату будешь заходить реже чем в туалет но это лишнее это про трата денег блин у меня сейчас пиздить реально это я кстати я на рандоме это выбрал видео так сейчас подождите капус еще одно видео скинул офигел да офигел было дело кухне на стенку п.ж у меня д.р. завтра ладно нет гот хватило не для взлет донаты летят как из пулемета привет кухни на страничку пожалуйста очень крутые дизайны зацени youtube . чем слешать вы равно кид варенку желтки на этот накидал . чур я понял в цепле 7 вот это да 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 что товарищи ой 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 слушайте одно у меня он очень хорошая скинул босс вопросик про ведьмака кого выбирал я нефер или трис трис никто любимый персонаж к ста можно распись лютую а твою двойню будут звать звезда и брессон или как не сына будут звать геральт девочка не забывай что дизайнерский ремонт реально дорогой даже банальная раковина может стоить 50 к нет так ты же дизайнером сначала обсуждаешь говоришь у меня максимально смотреть твои стримы конечно же куб босс ты в курсе что у вас в ростове сработало пво два варианта развития событий я говорю нет второй вариант я говорю да ну чё поменялось нет нет ни в курсе куб босс а у вас очки для чего просто для красоты или это очки для компьютера или же для зрения для комплюдатора не для зрения я могу получить железную шторку бесплатно просто все в тюрьму нихуя и все потому что я тебе написал после стрима позже охуенное сообщение жесткая подожди они все поехали ебать чел нахуй ты думаешь я миллиардер это камень или подушка это камень подушка мне это не мой стиль вообще но это не мой стиль что-то это какой-то ну блядь и не знаю 30 плюс лет стиль мне кажется что то и того не у нас медитативный обзор современного загородного дома от бюро 2d нас вами на код это не кидай миллиард видосов мне еще как бы сегодня это множество интересных решений начиная от помывочные для собак помывочная для собаки блять со специальным изображением что тут именно моют собак и и заканчивая легкой воздушные не вот эта лестница конечно пиздец она очень сильно лестницей приятного просмотра спасибо вот это мне не нравится черная кожа вот это вот это все еще полудетская какая-то всем привет мы дмитрий дарья студия бюро 2d сегодня мы вам покажем классный современный интерьер загородного дома с элементами вот это мне понравилось смотрите тут приготовил сразу покушал как барами но вот это странное кстати решение что окно дома с элементами шага сколько там метров проект мы реализовали пять лет назад давайте посмотрим как живет интерьер спустя это время пойдем вот это нормальная тема где люди уже живут а блять они сейчас заедут и поэтому здесь все красиво нихуя диванчик не проектирование интерьера мы начали ебать стеклянная дверь на кухню пиздец а это отопление наверно прямо здесь до 2015 году на момент старта наших работ здесь стояла коробка здания весь проект вместе с реализацией занял порядка трех лет архитектурный образ здания навеян работами фрэнка ллойда райта и отчасти альпийским шале тему шале которые так близко хозяевам этого дома мы продолжили и в интерьере сделав акцию да можно водить шалов центр натуральных материалах и цветах не на это два этажа это нам два этажа блять просто пожертвовал скажем сколько тут метр ну вот эти обогревалки это это типа охуенно прихожая очень просторная при входе мы сразу видим центральную стену выполненную из инженерной доски неплохо у стены размещена консоль для всякого декора playstation 5 или иксбокс и на стене висят две картины которые выполнены специально для этого проекта заказ у меня для туман тоже будут к анти картины я там буду голый сама придумала эти надписи на одной картине это любимые места для путешествий на 2 это семейные ценности по этой стене большое зеркало в полный рост здесь вот это прикольно нас дверь в гараж скамейка с местом для обуви входной мне очень нравится как встроена вот эта хуйня смотрите свет и отопление вот это прикольно и сразу плотную обувь своего ничего сюда кинула на отогрелась дверь со стеклянными вставками для того чтобы естественный свет поступал в прихожую и в этой прихожей есть фишечка вот за это вот скрытой дверью располагается мойка вау это что невидимая дверь блядь я лапса покажите димис крынику на хуеет баки с комната для лап собаки мое почтение блять комната для лап собаки здесь есть слив ручной душ раковина если честно я прям бы такой бы душ бы и себе если честно я готов быть их собакой чтобы помыть руки вот мозаичные панно выполнено по нашим эскизом от пиксель арт также здесь удобно мыть обувь а за этой дверью у нас вместительная гордина мыть его кто же прикольно и ровная самое главное пространство в этом слишком огромное пространство мне в таком неуютно поме это огромная гостиная площадь помещения без ебать блять план первого этажа 430 метров первого этажа гостиная размером с мой дом без лестничного холла около 130 квадратных метров и высота потолков 5 метров самой главной задачей для нас было сделать это пространство сама вот это охуенно вот это просто охуительно вот эта часть штабному человеку чтобы здесь было уютно и комфортно находиться это не уютно мне если честно ощущение для этого мы применили следующее решение во первых мы разделили весь объем вот такими массивными колоннами это круто и балками это декоративный элемент но за ним скрывается конструктив металлические балки прикрытия и бетонные колонны за счет этого деления нет однообразности пространства прикольно но это да это к тому же эти колонны визуально перекликаются с золотистыми соснами которые окружают этот дом и природа как вы теле нити просто пиздец по миллиарду каждый стоит но это заходит в интерьер интересно где провода от этих светильников они должны под диваном лежать также для заземления объема мы сделали потолок с деревянной структурой он темнее чем бля по центре до ссоре я наверно как дед развоняюсь но зацените вот у нас светильник вот он светильник вот он светильник вот он светильник это все светильники они сделаны только для того чтобы здесь вот такой вот пучок света был а и от них толку нету основной свет дает вот это или вот эта люстра ну типа а вот это вот это просто ты тратишь электричество на то чтобы осветить стену это кроме когда к тебе гости приходят и ты хочешь выебнуться от этого смысла нету для себя бы я бы их не включал на хуй ними нужны и не объема мы сделали потолок с деревянной структурой он выглядит темнее чем стены и пол и вот этот акцент на плоскости он делает пространство не таким высоким и вытянутым также здесь есть развести они сделали взяли огромное помещение и визуально его уменьшили деление по высоте двумя рядами разных окон это решение уже было заложено архитектором вот это прикольно ладно вот эти вот верхние окна это прикольно с одной стороны с другой стороны если я хочу это зависит но темноту здесь не части мы сделали тканевые шторы на штанге это высота тоже отбивает объем комфортный человек в булево огне но вот этот стол столик я не знаю почему нами тоже очень нравится вот такой примерно диван я себе хочу поставить чтобы вот так тоже собирались этот проект осмотреть друзьями в этой части мы разместили большой диван это детре италия диван очень комфортный мягкий все чехлы у него съемные это очень удобно потому что это прикольная просто подушка и они он как будто летает смотрите блин к заказчиков есть дети и животные все очень активно пачкают диван и чехлы приходится стирать довольно часто журнальный столик он изготовлен из стволов вяза мы совместно со столерами выбирали эти слева ездили в мастерскую их поворачивали чтобы выбрать самую красивую сторону это тоже прикольно с потолка с 5-метрового висит на ней можно раскачиваться блять одно и угла комнаты до другого и здесь вот есть такая вставка из стекла прикольно еще здесь я телек хуэта проектор здесь вот такое вот классное кресло подвесное это кресло бабу в нем очень классно комфортно раскачиваться мне нравится такие же но плетеные какие-нибудь из более таких прикольных материалов это ну она заляпывается в отпечатную твой не короче высота потолка большая гораздо больше здесь прикинь кресло висит стандартный и получается очень приятно я бы что-то типа такого бы сделано не с 5 метров раскачивания такое кресло появилась здесь не случайно она перекликается по форме с другими люстрами это одна композиция на новый год его украшают снежинками получается новогодний шарик за диваном два вот таких торшера с интересным дизайном у них основания таких коряк это натуральное дерево чтобы подключить мы заранее предусмотрели под диваном в полу лючки с розетками многие из нас привыкли планировали в долгую покупать недвижимость брать кредиты но в последнее время многое поменялось интересно что отцованы натуральным камнем темный это графит верхняя часть и основание пола сделано в белый очень нравится вот этот переход мраморит а вот это мне очень нравится наоборот лаката но это стиль и возле камина разместили два удобных мягких кресла им слонщик я знаю batman batman возле такого камина вот так вот прям здесь сексом занимался это я видел блять в пуне стекло но вот это кто же круто на один такой пень тысяч по 60 стоит ой ну блять я честно я не понимаю нахуя столько места не используется глянь ну половина всего вот этого помещения не используется никак вот сюда ну я так предполагаю какой-нибудь бизнесмен до владеет этим зданием к нему приходят подписывать документы такой стол тоже для подписания такой чисто посидеть блять там повариха приходит что не делает но в остальных случаях это нахуй надо блять центральный и знаковый элемент этого интерьера вот такой большой обеденный стол он изготовлен на заказ по нашим эскизам столешница из массива дуба основания из металла на праздники за ним собирается вся большая семья над столом сделали вот такую композицию из светильников очень уютную они напоминают свечи под потолком хогвартса этот образ у нас возник как только мы получили задание на интерьер очень интересным элементом это прикольно этого интерьера являются вот эти вот войлочные камни это ручная работа они сваленные из шерсти они сделаны просто для красоты а также на них удобно сидеть прикольно на стенах здесь декоративная штукатурка белого цвета она с нюансной текстурой но такая текстура выглядит более глубоко чем просто покрашены белой стены похоже знаете чё я не знаю в ростове я забыл как называется у нас есть и типа немецкий ресторан я не помню как фрау мюллер вроде называется ну для ресторана это хороший ремонт это реально прям охуенный ремонт но не явно тут мне жить вообще было бы неуютно колонны и балки из натурального туба колонны не только для декора в центральных колоннах проходят воздуховоды и расположены решетки приточной вентиляции вообще с этими колоннами и балками случилась целая история на объекте мы выбирали согласовывали цвет цвет понравился балки выкрасили привезли сюда все смонтировали и в итоге в сборе оказалось что они слишком темные и очень плотная краска я думал насчет того чтобы просто взять белую стену и вот тряпку макнуть в краску и вот так вот эту тряпку размер раскрутить и блять ну и разные капли краски будут разлетаться и подумал может будет прикольно расстроились заказчики тоже и столеры тоже но в итоге ребята столеры все балки колонны перешкурили прямо на месте они укрывали все стены потому что уже была сделана белая штукатурка потом они очищены сильная короче кухня кухня топ я чё-то от кухни не прихуял конкретненько кухня очень крутая из гостиной мы попадаем в кухню пол здесь из натуральной вот мне бы этого хватило этого графита на потолке инженерная доска и тоже есть декоративные еще вот это интересно это тоже вентиляция деревянные балки кухонный гарнитур это единственное цветовое пятно в этом интерьере такой сложный серо-голубой красивый очень оттенок кухонный гарнитур был из блин этот прикольный тоже торчит как-то изготовлен фабрикой альна сейчас этот производитель уже не работает в россии старик а почему мы заказывали отдельно это натуральный камень тоже графит вообще изделие из натурального камня они достаточно капризные выходе тем более столешница я наоборот хочу что то самое остаются большие пятнышки царапки периодически столешницу нужно обрабатывать маслом и вызывать сервис для реставрации поэтому если вы много готовить то лучше использовать искусственный камень или керамику или пластик натуральный камень не очень практично слушайте но учитывая сколько я предполагаю сколько это все стоит мне кажется можно было бы им поинтереснее сделать на этой кухне много хранения но не так много активной готовки всю еду готовят на кухне гостевого дома про нее мы рассказывали в предыдущем видео можно посмотреть вот тут на кухне мы сделали декоративную подсветку под столешницы и это круто у меня тоже такое планировалось я просто ну мне уже все почти принесли и сказали вот здесь вот мы тебе сделаем мне сделали вот так вот освещение вот так вот она проходила вот и она сейчас так проходит и говорят давай тебе еще вот так вот сделаем типа в проекте это было и я зажал денег она мне нахуй не надо соколем но это бесполезно не выглядит конечно бом-бом но нахуй нужно с этой может быть в доме у меня страны сделали вот такую полубарную стойку она консольная как бы парящие крепится с одной стороны на гарнитур и с другой стороны консоль на к стене столешница из массива дуба и поскольку это натуральное дерево то спустя время на нем появляются какие-то небольшие следы царапинки но это все выглядит натуральной не ладно может быть я возьми место за которым бы я бы как конкретно бы кушал я бы хотел бы это единственное где бы я и естественно вообще мы хотим сказать что не нужно бояться если в интерьере спустя время появляются какие-то следы жизни царапины там мне кажется наоборот иногда это круче небольшие сколы трещинки это нормальная интерьер не должен быть стерильным вы живете и интерьер живет вместе с вами следы спермы все барная стойка оказалась очень востребованным местом семья большая но тем не менее у каждого свой распорядок дня и за большим столом собираются в основном по праздникам принимает пищу все по отдельности вот за это барной стойкой изначально стулья у нас были металлические с деревянной сидушкой но спустя какое-то время заказчики попросили подобрать более удобный вариант им по выбрали вот такие вот стулья с мягкими сиденьями спинками подлокотник жесть вот это мне не нравится она сюда не подходит это прикольно кухня отделяется от гостиной стеклянной перегородкой это модель тысячи линий фабрики сотни тебя чтобы не пахло или чё не она прикольно это прикольно я не очень понимаю зачем но это прикольно реально прям вообще хайп для пошел ух блять скрин нахуй не знаю почему на это плюс скрин а сейчас мы переходим в мастер-спальню я не вижу тут следов жизни прям все идеально по убрали да это прикольно мастер-спальня очень просторная вместе с гардеробными санузлами площадь состав гардероб 1 гардероб 2 блять санузел 1 санузел 2 гардероб еще один вставляю 145 квадратных метров спальню ведет вот такой коридор здесь за родину это стежными дверями расположены вместительные гардеробные для хозяев вход спальню мы хотели сделать максимально эффектным поэтому сделали вот такой портал это но это пиздец не этот портал это пиздец это топ отделка стены потолка выполнена из декоративной штукатурки черного цвета также мы здесь разместили светодиодные профили которые переходят из стены в потолок спальни вокруг одни идиоты и светодиодные дверей это единое пространство не нравится как она летает еще поэтому зона спальни отделена от пола вот такой вот перегородкой это красивая парадная стена которая встречает хозяев при входе в спальню прикольно ой-ой-ой как стильно какая стильная ручка спать ну тут никто никогда мне кажется в жизни сидеть не будет ну типа блять я не представляю в каком сценарии я такой ой я только что спал на этой охуенной кровати пойду теперь просто пошипа сижу здесь сижу бля охуенно сижу блять по не ничего лишнего минимум мебели и декора кровать мягкая производителя bambi италия в этой зоне расположены удобнейшие кресла между кресел мы поставили дальнейшее кресло мне сейчас поджопает геворга между прочим его роги лапня из кедра они выполняют роль журнальных столиков обратите внимание на столешницу она сделана из стекла и вырезана по форме дня прикол стена с телевизором отделана инженерной доской колонны выполнены столярной мастерской из массива дуба цвет подбирался под инженерную доску телевизор расположен в нише отделка торцов ниши выполнены из искусственного камня черного цвета с этой стороны разместился стол это тоже боковая концепт его можно использовать не как туалет и столик и как письменный стол и как писать туда зеркало изготовлено на заказ она металлической раме и подвешены на канатах не столик вообще топ он сразу так открывается при к потолку мне кажется он тоже грязный по периметру спальни большие окна днем здесь много света прикольно прикольно нихуя не я бы возможно бы сидел бы на них но если по не были развернуты в сторону окна те окна полностью закрываются длинными мягкими шторами о мне такое надо не на который это мега стиль как и весь свет спальни регулируются системой умный дом это стиль м только заполнение светом очень хоть во всем доме сделана канальная система при точно вытяжной вентиляции и кондиционированию это я не понимаю еще в каждом помещении есть потолочная акустика можно слушать музыку потолочная акустика колонки в потолке блять это торговый центр это не дом это ресторан блять это торговый цен но это ну блять спальне есть две ванных комнаты для мужа и для жены двери высокие интересно они типа блять а чё же они тогда блять фабрика софия отделка выполнена из шпона дуба в предыдущей квартире вот это покруче было как-то выглядит какую я шпун да но не овощи не моё но это как-то нет вот ну вот это раковина прикольно мне понравилось тоже из предыдущего бетонная под ванная комната хозяйки она светлая блин ну вообще вот это вот ну но у меня метраж не такой хотя подождите как они показывали сколько уникальной цветовой камень вот это прикольно ладно это прикольно здесь мы разместили душевую все душевые я сделала без порожков и всяких повышений в частных домах в отличие от квартир это можно сделать потому что коммуникации проходит не в стяжки а под полом под перекрытием в подвале надо было подвал дадим искренне говорил подвал нужен кроме того для частных домов нет требований от этой как и квартир я себе тоже такое хочу делать по этой стороне биде газ инсталляция с этой стороны сделан умывальник он сделан на столешница она выполнена из массива дуба и покрыта маслом надумывали это чья это мужская лежан это же разместили вот такой большой зеркальный шкафчик внутри есть полки для косметики ваще ни о чем подсветка включается сэнса ну чё то здесь есть это настоящая ванна она изматывала искусственного камня мне казалось очень удобно по детей по детей вы поняли да ничего необычного я не желаю комната она похожа по оттенке но более брутальная и столешницы подумывальник здесь делали из бетона стена в декоративной темной штукатурки и здесь есть точно такой же зеркальный шкафчик ни о чем ничего интересного отсюда даже не спиздить в прошлом видео весь туалет бы я бы спиздил желая рута львы из распашной двери а вот такое ладно такое бы я бы хотел чтобы ничего не открывалась ничего не двигалась а вот просто зашел помыл жопу и вышел это прикольная тема кроме настенного душа здесь сделала такой потолочный тропический душ нахуй нужен и ради него вот такую вот гигантскую хуйню надо ставить здесь мы сделали тропический душ интересный потолок это деревянные рейки они закреплены от потолка на расстоянии а сам потолок покрашен черной краской и создается ощущение что потолок над ними гораздо выше прикольно ладно это прикольно шкаф прикольный мы с вами находимся в кабинете если бы это был мой кабинет то он бы так и выглядел когда вы не ослышались изначально здесь предполагался кабинет в этой части должен был стоять большой стол два кресла там располагался диван пока реализовывался проект у заказчиков появилось двое малышей поэтому кабинет решено было отвести под игровую из мебели в кабинет сделали только стеллаж но в итоге его заполнили игрушками ебейшие игрушки вон папирус панели в виде этих домиков а также декоративная стена были сделаны уже после переезда на прикольно за это кажется нихуя не весело для детей которые мы скрыли 3d панели которые предполагались для отделки кабинета вот кстати я бы может быть бы такие бы себе выебнул но прям в дизайне бы заказал себе такие панели чтобы как-то звук отражался сразу во все стороны они ровно если это будет работать я бы заказал не ну мне кажется детям что-то нихуя тут не весь здесь есть отдельный санузел как тоску ну ладно я воняю нихуя у детей бля туалет лучше чем у родителей но тут не хотел ну вот это мне нравится санузел был сделан для кабинета поэтому он такой минималистик а это за это что я прошу прощения я может из деревни что это такое личный строгий брутальный брутальный мне детям конечно бруталити в портал комбате а что это зачем она мне сейчас не могу сейчас но пока здесь детское сидение а горшок не табуретка для малышей и сони такая же надо блять я только недавно узнал сколько вместе живем оказывается когда соня блять как а это писает у нее ноги свисают с унитаза она болтает 5 как школьник ногами соболезную конечно надо будет два унитаза мне для взрослых и хранить их блять просто маленький прям из гостиной на второй этаж и в подвал ведет лестница поскольку лестничный холл просматривается из общего пространства то лестницу хотели сделать блин новый видец круто лестница крутая мне очень нравится что она прозрачная мне уже такое не сделать скорее всего но это надо будет ее все сносить и делают свою максимально легкой прозрачной архитектурной выбрали такую конструкцию она консольная крепится в стену а консольная такая сплошная тетива в которую зажатая степлянные перила с деревянным поручни так это не третий этаж это мы все на первом все это время были чё там на втором массива дерева внутри у них проходит металлическое несущие основания от стены к тетиве подступенки прозрачные слов вы дожди они прозрачные ли это зеркал хотел ли оставить их вообще без всякого материала но посоветовались заказчиками и решили что лучше закрыть их стеклом для безопасности детей и животных цветка лестничного марша осуществляется линейными светильниками встроенными в стену они проходят от пола подвала до потолка 2 но это приключаются везде с проходных выключателей прикольно выглядит такое чувство что чел купил себе ресторан и сказал сделайте мне из этого дома изначально вот это стиль вот это мне нравится проектировались для старшего детей сейчас дети выросли и почти все живут отдельно еще 270 поэтому две комнаты спустя время мы переделали под малышей шкафы прикольно это круто я всегда хотел бы так в детстве я приточная вентиляция что это вообще такое не такое можно поставить интерьера вы перекрасили стены и 3d панели и добавили вот такие обои со зверушками и лесом а еще такие подвесные облачка ну это ладно мне кажется как-то слишком приглушенные там и сделали на заказ новую корпусную танки самолеты вертолеты корабль вы заметили блять у них у детей блять танки самолеты вертолет вот так же заказная снизу есть выдвижное место чтобы с ребенком оставался родитель или братишки могли ночевать вместе братишка также здесь на заказ изготовили такой игровой комплекс он выполнен из дерева нихуевый игровой комплекс на каждой комнате здесь есть своя ванная и гардеробная 5 ваннах нихуево дети живут не мне это ванна нравится больше чем родительская реально мне порой даже жалко типа очень богатых детей тут интересно вот это мне нравится этот крокси распилили крокси порезали склеили прикольно это круто я поезды я когда бы ребенком был бы я был счастлив это вторая детская здесь тоже перекрасили стены сделали обои новую корпусную мебель и игровой комплекс здесь точно такая же кровать только другого цвета в гамме этого интерьера и здесь также есть санузел алё джек лунти алё дару дружочек на привет я вот смотрю я короче это внезапно на посмотрел как ты сейчас скринника смотрел вот сейчас смотришь дизайны домов вот и я вспомнил такой замечательный интересный аккаунт в тик токе есть называется быть болсом ты может быть натыкался на такой нет нет там челики делают просто не знают такой но минималистичный и очень четкий офигенный ремонт вот это вот все красоту короче офигенную делают можешь вбить и не знаю там типа может на ю тубе есть я правда не смотрел быть боссом называется глянешь ну потом но если ты меня потом скинешь что ну хорошо чат если вы там это есть ну да 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 почти я просто знаю что ты ты же босс то вот это все это быть боссом я такой но это по-любому кириллу надо поэтому это если да если кто-то не ну может быть найдет скиньте кириллу пожалуйста кирилл кирилл а я пока что поищу кирилл да да ну а чё тебе вообще как слышал ты со стентом поругался хуя себе влечь откуда такие странные информации от заквиеля блин нет ничего я со стентом не ругался такое чувство что поругался да нет ничего мы не ругались это такая типа информация не для стрима просто на то есть я сейчас что-то зря сказал да возможно ну давай пока давай пока я отложил быть боссом пишите как вам проект от дарьи и дмитрия какие решения хуя то хуя то блять но он сам попросил на час ну типа чисто мое мнение так вот смотрите я просто забайтился вот сюда потому что мне очень понравилась кухня за которые сразу можно снимать ролики и всем привет это уже 12 часть дома на наш обзади окно такой ебейший был архитектора и в этой 12 серии я хочу вам рассказать исключительно про свою кухню кухня есть у каждого блять 27 минут про кухню будет загонять блять да не не я думал 27 минут обзор всего дома не кухня прикольная но она того не стоит не хочу подожди а это получается друзья со мной сегодня я на наш дизайнер которые мы вместе сделали замечательную квартиру в стиле минимализм это мне кажется один из наших слишком минимальный минимальный наилучших поджигать чуть-чуть я прошу прощения чуть за пол в первый раз реально вижу просто пол но типа не плитка не не паркет не недель нету сегментов просто летающая какой-то проектов поэтому присаживайтесь поудобнее будет интересно прикольно это интересно полная фоня телек прикол колонки как так то блять сюда не а это квартира или это дом хотя какая разница внутри интерьера это прикольная штука висит лампочка сама кухня мелочи не вкатывает лёд стоит хуйня чел блять чё ты вы ебаешься хуйня же ну и конечно же начать нужно рассказ места где находится квартира это сталинский дом и наверное не нужно рассказывать долго о всех преимуществах сталинских домов потому что в себе не замечен уникальный их шарма всем известно большие пространства таких домов высокие потолки прихожая хорошая звукоизоляции за толщины кирпичных стен всегда уникально о вот это прикольно опыт когда мы работаем с этого рода реконструкциями в нашем случае тут еще уникально то что квартира находится в центре города и является единственной вообще на этаже алё всем привет для даже не разумность не ну пол какой-то реально чё а чё это за пол это иксбоксы стоят здесь срать а здесь срать и здесь срать чё блять тир около 90 квадратных метров из общей комнаты у нас есть вход в детскую комнату и отдельно мы отнесли родительский блок с личной гардеробной спальней вот это крутая идея смотрите на прихожей сделали микро гардеробную вот так вот это и хорошая идея но опять же я мне это какая разница у меня дом ебта блять и кабинетом также из общей зоны мы можем попасть в два санузла которая скрытые аркой от глаз я понимаю два санузла если мега огромная квартира и в одном месте в другом месте они впритык на входе у нас есть все необходимое это небольшой шкаф для хранения верхней одежды зеркало мне мне нравится что прям потолок шкаф фоном для интерьера выступает теплый бежевый оттенок стен и микроцемента на полу вот эта арка тоже неплохая на хер она тут нужно на прикольную высшая стена и потолок отделаны белой молочной штукатуркой которые нам нужно об истории квартиры первоначально одно из окон в пространстве было заложено мне нравятся вот такие всякие приколы чтоб неровные были родными владельцами мы разбили проем и восстановили исходный размер окна собственно деревянные откосы нужны были для того чтобы выровнять по высоте два разных окна и в одном из случаев скрыть радиатор также прикольно вот этот скрытый радиатор я себе хочу кто-то высоту где паникаев когда видно что тут эти как их там трубы которые обогревают но мне интересно тогда он же меньше гривки стены и всей мебели кухни так как кухня у нас расположена в общем пространстве необходимо было спрятать технику от глаз духовой шкаф расположен в нижней части кухни не очень как заказчиком так было удобнее и плюс он особо не виден из-за стола не ну ладно микроволновка чайники остальная мелкая техника спрятаны внутри этого шкафа мойка у нас не начата если честно skip сейчас подождите может туалет будет крутой покажи туалет вот это вот этот радиатор мне очень нравится вот такие вот ну и это какое-то новое для меня открытие что такие можно вешать но главная комната говно ну типа ну ладно не говно прикольно но я бы тут не не кайф не было показывает блять из окна там трамвай проезжает а здесь можно о а ну и очень близко может пристыковываться к стене либо мебели прикольно то есть мы не видим всех этих некрасивых коммуникаций за телевизором открывая дверь в санузел мы сразу видим акцентный очень красивый бетонный умывальник ебать не из стены а прям из зеркала торчит еба он очень круто выполнен это круто но это так надо будет мыть каждый раз и смотрится но писать наверно туда неудобно счет этого ночи минималистично смеситель у нас установлен на зеркале мое почтение это в реку мне прям это дополнительный санузел поэтому для но как будто летает это хуйня просто летает освещение здесь очень такое приятное интимное здесь есть подсветка за потолком и подсветка за зеркалом маленькое пространство мы постараюсь очень эффективно использовать с торца у нас есть полочки на которой можно что-то хранить встроенный конечно же дозатор для мыло прикольное не зеркалом торчит из банки и для просто дозатор вот это прикольно на маленькое отверстие для мусорки также есть основная ванная она более большая это фу и были но это вот это это прошлый век и в ней собственно есть но вот это вот шторка ебучая по которой потом вода стекает именно полет на пол это хуйня полная капля попадает она же не попадет сюда блять она на пол сливается ванная умывальник и стиральная сушильная вот это круто выглядит машина ванна у нас но но все весь дизайн портит просто хуета стоит портит весь дизайн тела на плиткой это круто разного цвета прикольно но опять же здесь ни у кого одна штука не будет стоять у сони здесь весь бы ряд бы стоял у сони отдельное мыло для для лица отдельная мыло для тела мыло для fisie у вас есть мыло для you ii есть мыло для письки отдельное вот которое я специально не нарушает микрофлору писи блять шампунь шампунь для окрашенных волос гель после душа гель перед душем вот это это все это тут такого не будет что одна черная шняга стоит то что создает интересный рисунок а есть у вас но я значит лох я колхозник есть функциональная полочка на которой это что все неровно здесь на поставить все необходимые баночки все приходит шок в шок чтобы смотрелось максимально аккуратно и минималистично из прикольных моментов также есть ниша для шторки в ванной то есть когда шторка нам не нужна мы можем ее задвинуть и ее не будет видно еще совершенно случайно у нас квартире оказался наш альбом который мы делали дайте я этот на донесе отвечу 39 минут папуах вот видели чем сдал 39 минут чтобы папуах написать год хватило мне для взлет донаты летят как из пулемета кухни на стенку наделал сделал 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 алё да закинул самые хайповые ремонтики в б.к. кто здравствуйте мне 13 лет я не попал на спине потому что я лох год хватило не для взлет донаты летят а я закинул мне ладно оставь роспись ладно сейчас попробую не может быть неплохие как же уже достала эта война когда она и закончится сейчас и у вас в ростове какая-то хрень начинается надеюсь все будет чем я не в курсе м3 почему я не вкусно как доскам папочка а вот не знаю заказчиков вот такая увесистая книжка просто хочется показать и еще раз отметить я это постоянно говорю для меня это очень важная штука потому что мы этим очень гордимся без насколько визуализации очень близко там визуализация покруче будет брожают тоже у меня то же самое было получилось в реальности и мне вот кажется что колонки не подходят эти бы подошли нету тут прикольно очень важно да то есть на проекте закладывать конкретные вещи обсуждать заказчиком реализация круче даже чем стоимость там конкретного стула где его купить чтобы потом в реализации не было сюрприз сайте вот в дизайне это очень круто что дизайнер не только делает дизайн он все тебе рассчитывает и все говорит где купить и ты знаешь на какую сумму ты можешь рассчитывать то что вы получили какой-то другой интерьер все один в один как на картинке так и в жизни и собственно наверно вот в этом основная и ценность нашей работы что мы делаем не просто визуализации девочки мыло для писи нужно потому что писька мифу микрофлора очень чувствительная и если ее мыть обычным мылом то она будет сохнуть и раздражаться мне задонатили 55 рублей чтоб я это узнал ребята держите курсе чертежи мы делаем именно дизайн интерьера который согласован и по бюджету и в реализации получается один в один отдельно стоит обратить внимание на двери и потому что в основном это скрытые невидимки и они сливаются с плоскости стены и вот одна она еще покажи туалет и у нас прячется здесь такая небольшая вент установочка которая работает чисто на это помещение и благодаря ей вот это это вент установочка у нас есть здесь свежий воздух и не обязательно даже открывать окно вот кстати слушайте она наверно в квартире нужно это прикольно и я шарю мне рассказывали то что это охуенная тема но дело в том что мне кажется в доме может быть она и нахуй не надо дом то он ну типа там машин дохуя не ездит нету хотя я бы здесь бы включал вот в этой комнате я бы включил бы если честно эту штуку очень важно такие штуки предусматривать особенно в маленьких пространствах как здесь потому что воздуха на самом деле когда вы с ночью спите в небольших пространствах не хватает а это такое очень простое но эффективное решение как решить проблему и иметь достаточное количество кислорода она и дальше собственно мы попадаем в кабинет очень такое нужное но такое себе короче это не мой форматик но спасибо что скинул так тут чел делает еще обзор ой по центре мне еще и накидали но это что-то этот босс дизайном я думал то что тут нормальные какие-то длинные есть видео а тут такие чисто микро приколы какие-то ну не уверен не уверен